4 сентября в Бразилии российский боец на легчайшего веса Али Багаутинов дебютировал в UFC победой над местным бойцом Маркусом Венисиусом. Победой, эффектным нокаутом в третьем раунде Али открыл себе дорогу в мир большого промоушена под названием Ultimate Fighter Championship. Сегодня Али Багаутинов у нас в гостях и он готов ответить на все наши самые главные интересные вопросы. Али, рад приветствовать! Здравствуйте! В первую очередь поздравляем с успешным дебютом. Наверное, самое сложное это сделать первый шаг, выйти в октагон и сделать эти первые шаги, нанести первые удары. Какие были ощущения по первым секундам вообще? Как перенес это понятие под названием UFC? Впечатления, ощущения самые такие, можно сказать, эмоциональные. Что я не мог, я понимал, что я заряжен и я заряжен на победу, что меня переполняют эмоции. И в то же время я понимал, что когда я вышел в октагон, я понимаю, что да, это UFC, это уже совсем по-другому октагон. Там уже и как бы смотришь, атмосфера какая-то другая. И ты, и я никогда не дрался по ММА за границей и, получается, приехал первый раз в Бразилию и вышел в октагон, и мне нужно было только побеждать. И, ну, все равно ответственность давила такая, что UFC дебютный бой, и нужно выиграть ответственность перед родной публикой, перед Россией. И, ну, все равно я все это преодолел, и, как видели, итог нормальный получился. Хорошо, Олег, давай по порядку. Начнем с взвешивания. Все мы видели прекрасные фотографии во время дуэли взглядов после официальной процедуры. Разница в росте составляет 12 сантиметров. Не многовато ли? На самом деле много, потому что он сам весит где-то около 70 килограмм. Загонял, получается, где-то около 13 килограммов, 57 килограмм. Ну, у него был первый бой в UFC в 66 килограмм, он его выиграл. Потом второй бой в UFC у него был в 62 килограмм, он его проиграл. И третий бой спустился еще ниже, в мою категорию, и там тоже он проиграл. На взвешивании видно было, что он такой худой, высокий, но я не думал, что он на следующий день станет таким огромным. Когда он вышел в октагон, я посмотрел, и мне такая мысль промлекнула, его заменили, что ли? Ну, уже, как бы, меня уже это не пугало, просто так подумал. Что интересно, никакого мандража, ничего не было, что вот я сейчас дерусь. Просто спокойно к этому отнесся. Просто еще раз повторюсь, что была такая ответственность перед этим. И чуть зажатый был. Тем не менее, Али, после того, как вы провели одну из успешных атак, в первом раунде Венисиус завалился на канвас, вы попытались провести попытку гильотины, она была неудачной. Вообще, оправдано ли это было? Потом анализировали? Стоило ли? Я проанализировал этот момент. Я ему хорошо попал с правой руки, когда он упал. И когда он уже начал двигаться, от моих ударов он пришел в себя. И я сразу понял, что это непростой боец, опытный боец. И я понял, как он уворачивается от ударов и уходит в партере, все эти переходы. Я сразу насторожился. И с этим удушающим, да, я поспешил чуть-чуть. Я почувствовал, что его шея под моей рукой, я сразу перешел на удушающий, без контроля, без ничего. И мог бы на этом и встрять там. Получилось так, что я выбрался оттуда, и бой продолжился уже как бы в такое... Ну, была опасность, конечно, когда он сзади в меня зашел. Но я всю ситуацию контролировал, и я чувствовал борьбу, и чувствовал все его движения наперед. И я там вообще не парился по этому поводу. Я ждал, пока он устанет там. Потому что я чувствовал, когда он с каждым ударом, как его сила покидает. Все-таки много веса сгонял, он не будет таким уж свежим, как я. Ну, такие моменты, это, наверное, с опытом приходит. То есть, поставленный удар справа в третьем раунде был действительно подготовленный и зрячий? Да. То, что хотел сделать. Я почему-то думал об этом ударе. И даже тренеру несколько раз говорил, что если я ему справа соцеплю, то он точно свалится. Ну, так и получилось. Я его вытянул на себя и просто справа и встретил. Чуть руку травмировал, но это, надеюсь, не серьезный травм. Подлечь им все нормально будет. Видимо, крепкая челюсть у бразильца. Али, еще такой момент. После того, как была одержана яркая победа, вы исполнили свой коронный прыжок. Вот как отреагировала бразильская публика? Сразу загудела, зашумела из-за того, что не получился этот элемент у вас? Бразильская публика загудела так, как посчитала нужным. Когда уронил бразильца на пол, все молчали, даже никто. Может, кто-то радовался. Просто я не слышал этого. А когда я прыгнул сальто, он мне в ногу попал, но лоу-киком. Там тоже чуть травмировал. Я просто не допрыгнул. Не допрыгнул свой прыжок и упал. Вот этому бразильцы обрадовались. Кстати, Дана Вайт тоже это отметил. Что когда бразильца упал, все молчали. А когда упал Али Багаутинов, то все начали ему аплотировать. Вообще, Али, каково драться в Бразилии с местным бойцом при многотысячной арене, заполненной местными болельщиками? Вообще, не страшно ли выходить в ринг при такой атмосфере? Или это вам привычно? Ну, мне-то это, как сказать, мне привычно. Я куда бы ни выезжал, будь это любительские или профессиональные соревнования, если по России, или чемпионат мира и Европы, я всегда, сколько помню, сколько я дрался, всегда дрался с местными бойцами первого боя. И для меня это казалось, что раз так получается, значит, так и нужно. Но все равно это заряжает тебя каким-то. Выходишь заряженным и думаешь, да, я покажу, что я здесь приехал не проиграть, а приехал за победой для своей страны. Случилась победа. Вы покинули октагон, пришли в раздевалку. Что думали, кому первым позвонили, сообщили о том, что дело сделано? Первым, даже я не успел позвонить, первым позвонил Камил Гаджиев. Вот, я, они тоже все, можно сказать, нашей общей семьей смотрели в офисе, ждали этого боя, и он когда ко мне звонил, он чуть ли не рыдал. Отчего мне самому было приятно, и ты мне еще больше сил дало на дальнейшие победы. Вот, и потому что я почувствовал, как за меня болели, и как за меня радовались здесь, в России. Вот, и дальше уже мать, мать, все смотрели, я им, родным написал смс-ки, так, все. А потом уже сам начал принимать смс-ки. Наверняка позвонили, было очень много. Али, хочу провести вот такую параллель. Например, в хоккее с шайбой игроки континентальной хоккейной лиги, когда уезжают за рубеж, есть достаточно даренные игроки, которые переходят в национальную хоккейную лигу. Примерно та же система, я подразумеваю, и у нас. Есть российские лиги, и есть одна, скажем так, лига высшая под названием UFC. Вот вам, как дебютанту, вот этому российскому спортсмену, который дебютировал в сильнейшей лиге мира. Есть ли принципиальное отличие, может быть, начиная от подготовки к этим турнирам, касаемо каких-то мелочей, подводки к бою, я имею в виду непосредственно уже на арене, отношение организаторов более лучше, или примерно все на том же уровне, что и здесь, в России? Ну, а по поводу организации, там, конечно, отличается, чем у нас, но наши тоже в некоторых моментах ничуть не отстают от этого. Там просто уже давно все поставлено, и, можно сказать, оттуда это все идет, и там уже это 20 лет, как минимум, работает. А так, у нас тоже в России работают, к примеру, Fight Nights. Я так примерно посмотрел, примерно, можно сказать, то, что они здесь делают, и там то, что делают, все правильно, и просто некоторые моменты там нужно подточить. Примерно то же самое, что и в хоккее. КХЛ уже приближается к НХЛ, поэтому примерно все одинаково. Понятно. Али, такой вопрос. Смотрели ли поединок Бенавидис Фармига, и какое впечатление он у вас оставил? Да, смотрел этот поединок, я его тоже ждал, потому что это тоже мои оппоненты. С обоими познакомился, с обоими общался. Приветливые, дружелюбные ребята. Вот впечатления какие. Я то, что я ожидал, то и произошло. Я знал, что я был уверен, что Бенавидис выиграет, и выиграет он его нокаутом. Так и получилось в первом раунде, он его забил. Ну, Бенавидис очень опытный боец, и если даже он сейчас второй стоит в рейтинге, и я уверен, что ему дадут за пояс драться. Ну, я надеюсь, что я доберусь до него тоже. Вот, ну, как я там уже на пресс-конференции тоже говорил, мне задавали вопрос, как вы хотите добраться там до пояса быстро или медленно, как вообще планы какие. Я сказал, что у меня нет никаких планов, я ничего не строю, я делаю так, как все идет. Просто мне предлагают драться, а с кем драться, я сказал, что мне не важно, с кем драться, мне интересует только пояс. Так, мне не интересует, говорю, с кем драться, мне не интересует только пояс. Вот все так задумались, и я уверен, что Бенавидис тоже задумался. Так, что Бенавидис и Димитр Рос Джонсон. Хорошо. Олег, а когда состоится ваше возвращение в октагон UFC? Хотя примерные сроки, может быть, что-то уже сказали вам организаторы по окончанию турнира в Бразилии? Нам сказали вчера, информация пришла, что от 8 до 12 недель объявят следующего соперника. А дата следующего боя еще неизвестна. Вот так, ну где-то, я думаю, что может быть в этом году, если не в этом, то в декабре где-то, если не в этом, то где-то в январе, но это неизвестно еще. Али, видно, что не выспались, не совсем, наверное, так легко дается обратная акклиматизация. Перелет из Бразилии в Россию был достаточно длительный, но еще, на удивление, сегодня утром в 7 часов утра вас можно было наблюдать по общероссийскому телевидению, комментируя турнир Белата, в главном бою, которого Александр Шлеменко одержал победу. Не тяжело ли после такого перелета включаться в работу, сначала комментировать, а потом приходить к нам в студию в воскресенье? Ну, честно говоря, так, я пока в таком пространстве непонятном и многое не понимаю, что делаю. Мне говорят, я иду, делаю. На самом деле, когда я комментировал, в этот момент я по бразильскому времени не сплю. У меня там уже, получается, утро, я завтракаю или тренировка, или что-то. А когда я уже пришел домой, меня уже начинало вырубать, потому что уже почти сутки не спал, и сутки на ногах, и хотелось поспать. А тут еще нужно было прийти к вам. Пришлось чуть-чуть поспать и не выспаться. Ну, это ничего страшного. Главное, что у каждого бойца есть в арсенале не только умение бить, но еще и терпеть. Али, мне бы хотелось, чтобы вы пожелали что-нибудь своим болельщикам, которые действительно сейчас, после вашего успешного дебюта, смотрят за вами более пристально и изучают вас уже не только с бойцовской стороны, но и с точки зрения быта. Что можете пожелать, что можете пообещать им? Пожелать, как обычно, я всегда говорю, я хочу пожелать здоровья, чтобы могли болеть за наших бойцов, за меня, за океаном. Вот. И постараюсь оправдать все ваши надежды. Это была Либа Гаутинов, то ли еще будет. Будем с нетерпением ждать его возвращения в октагон UFC. Ну и, конечно же, в турниры промоутерской компании Fight Night. Меня зовут Константин Устьянцев. Всем удачи, большой привет, любите единоборств. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!